Вокруг памятника воинам-интернационалистам в микрорайоне Ферсановка кипит снегоуборочная работа. Бригадой неравнодушных добровольцев руководит глава Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов. В преддверии Дня защитника Отечества врач с дочерью Надеждой и коллегами присоединились к акции «Защитим память героев». Приятно поучаствовать. Мы сегодня на четырех объектах. Мы поучаствовали, приводим в порядок. Уважение к подвигу наших предков сохраняется, ждут подвиг наших отцов. И мы, соответственно, поучаствовали, чтобы все мемориалы памяти привести немножко в порядок. Я узнала, что мой папа едет на это мероприятие и сама лично напросилась, чтобы помочь. Нельзя забывать наших защитников и нужно всегда помнить и чтить память наших защитников. А это сквер имени Марии Рубцовой. Здесь члены общественного совета Химки «Интересно жить» развернули целый штаб по уборке снега. Сегодня с коллегами собрались на всероссийскую акцию «Защити память героев», чтобы помочь очистить скверы, памятники воинам, победителям, нашим предкам. И сделать их удобными, чтобы в 23 февраля все могли подойти, почтить память, возложить цветы и оказать дань уважения. Несмотря на обильный снегопад, добровольцы успешно освобождают памятники и мемориалы из снежного плена. Один за одним. Помогло единодушие и количество участников акции. В парке Химок вышли около сотни добровольцев. В акции принимают участие добровольцы, неравнодушные люди, химчане. Также здесь угощают чаем. Обстановка теплая, прекрасная. Если мы видим, что невозможно добраться до памятников, мы оперативно все это очищаем, убираем. Сегодня на территории городского округа все памятники будут приведены в порядок силами активистов и неравнодушных жителей. Всего на территории Химок 58 памятников защитникам Отечества. Хочу поздравить всех мужчин с наступающим праздником 23 февраля. Пожелать всем крепкого здоровья, всех благ, всего самого хорошего. Всероссийская акция «Защитим память героев» пройдет по всей стране. В каждом регионе к мемориалам и воинским захоронениям возложат цветы в честь павших в годы Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok